У стен Брестского государственного университета имени Пушкина вновь оживленно. Абитуриенты проходят централизованное тестирование. Период этот особенно ответственный для ВУЗа. Необходимо организовать полное сопровождение тех, кто пришел сдавать экзамены. От приема вещей до прохода в аудиторию. Трудятся здесь не только педагоги, но и студенты, представители сервисного отряда университета. Проверяем пропуск, паспорт, чтобы был у студентов. Вот сейчас мы сдаем химию, мы проверяем, чтобы калькуляторы были однострочные, чтобы все соблюдалось, чтобы абитуриенты не приносили личные вещи. Телефон из такой, ну, к минимуму сводим, вероятно, что абитуриент спишет какую-либо информацию. У нас на тестировании работает 60 человек. Ребят, это наши студенты, которые работают в сервисном отряде. В их функции входит помощь нашим преподавателям. При запуске абитуриентов на вахтах они работают. Также в камерах хранения, в гардеробах, когда абитуриенты сдают свои вещи. Ну и помогают на этажах, когда абитуриенты проходят, они им помогают найти свою аудиторию. Сервисные отряды – это лишь одно из направлений студотрядовского движения Пушкинского университета. В этом году, как и в предыдущие, особый спрос на работу в педагогических строительных бригадах. И особенно волонтерских, желающих оказать посильную помощь специализированным дошкольным учреждениям и территориальным центрам с каждым годом становится только больше. Отличительная особенность, наверное, еще нашего университета в том, что работают ребята-волонтеры, которые абсолютно безвозмездно, по своей доброй воле, хотят быть полезным. Университету помочь где-то абитуриентам сориентироваться. Ребята организуют свою работу в территориальных центрах. Ребята помогают в детской областной больнице таким образом. Поэтому наша молодежь каждый год занята, трудоустроена. Всего в эти дни в студенческих отрядах разного профиля трудится 333 человека. Содействие в поиске рабочего места ребят нам оказывают специалисты городского комитета БРСМ. Количество трудоустроенных варьируется практически ежедневно. Одни завершают свою работу, другие только приступают. Желающих провести это лето активно достаточно. Студенческие отряды города Бреста уже открыли третий трудовой семестр. На данный момент уже отработали 11 отрядов в количестве 124 человек. Юноши и девушки изъявили желание поработать летом. Это не только заработать первые денежные средства, но также и приобрести полезные навыки в различных сферах жизни. Трудятся ребята на объектах Полесье Желстрой, Продом, ПМК-6, СПМК-2, Брест-реставрации, Дорстрой-монтаж-трест, Брестский завод железобетонных конструкций и строительных деталей. Также работают педагогические отряды. Сейчас приступят к работе второй смены отряды летних лагерей «Верба», «Салют», «Дубок» и откроют с 10 июля отряд «Орленок». В Техническом университете по традиции особое внимание отрядам строительного профиля. Работают молодые люди как за пределами региона, так и на территории вуза и студенческого городка. Ремонт нужен и здесь. Переложить плитку, сделать новые ступеньки и сливы – все это входит в обязанности студотрядовцев. Мы облагораживаем территорию студенческого городка, также это является обеспеченным опытом в получении нашей квалификации. Очень приятно работать, зарплаты не обижают, условия работы хорошие. И людям нравится то, что мы здесь делаем. Трудовое лето для ребят Технического университета обещает быть насыщенным. Фронт работы сделан практически на все три месяца. Задействованы будут и строительные отряды, и команды по другим профилям. Ребята в сервисные отряды работают на базе нашего университета. В качестве помощников проведения централизованного тестирования также сформирован отряд из 18 человек для работы во время вступительной кампании. Строительные отряды, ребята трудоустроенные в строительной организации города Бреста. Ну а уже сами организации, сами распоряжаются, куда ребят отправляют. На данный момент ребята, которые трудоустроены в прудоме, уехали уже в город Барановичи на строительство школы в новом микрорайоне Боровки. Также еще 10 ребят уехали в город Минск. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Павел Малышонок, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ. Продолжение следует... Продолжение следует...